Слава Господу! Будем читать 29 главу притчей. Значит, мы знаем, что у нас 31 притча, и на каждый день у нас есть мудрость, что мы можем читать и познавать. На каждый день у нас есть мудрость Божия, притчи, которые мы читаем, которые нас обогащают, назидают, учат. И Божие обетования, которые мы знаем, работают на нас, которые мы получаем от этой мудрости. Давайте просто почитаем 29 глава. Возьмите, пожалуйста, свою Библию и прочитайте вместе со мной. И будем, я вам, может быть, что-то поделюсь, то, чем Господь мне открыл. И это будет замечательное время с Господом, с Его Словом. Спасибо, что вы смотрите, что вы слушаете, что вы читаете вместе со мной. 29 глава. Читаем. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает вы и свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Смотрите, вот это мудрость и это Слово Божие. Мудрость, написанная в Слово Божие. И когда Слово Божие, оно работает в нашей жизни, к Слову Божие приходит, и оно исполняет то, для чего Слово Божие послано. Смотрите, человек, будучи обличаем, не хочет слышать. Человек, например, говорит, что не надо так, неправильно так. И человек говорит, нет, я прав. И обличает, то есть дает гордости преобладать, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Это ужасно, это страшно просто подумать о том, что если мы, будучи обличаем, и мы не можем хотя бы сказать спасибо, я подумаю, я помолюсь об этом, я принесу это Господу. Значит, Господь, как меня Господь учит? Господь меня учит тому, что когда я обличаема, или кто-то меня, значит, исправляет и говорит, если я что-то сказала, или какие-то поступки, что человек замечает, и они не угодны Богу, они не в Слове Божьем, они против Слова Божьего. Где-то пошла плоть, где-то я дала место плоти, как мы уже изучали, что мы не живем по плоти, мы живем по духу. И я обличаю, что Господь всегда призывает, это слово всегда стоит, оно духом святым всегда уходит к нам в сознание, и говорит, надо обязательно прислушаться, надо принести к Богу. Даже если вы еще не понимаете, что вы не правы, надо сказать, Господь, я была, значит, меня так обвинили, меня в этом обвинили, мне сказали то-то, 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 если вы думаете, что это вина, обвинение на вас, то все принесите к Господу, поговорите с Иисусом. Иисус обязательно приведет, принесет вам, откроет глаза, и это ваше освящение произойдет, и Господь обязательно покажет вам путь, правильный путь. Вы обязательно Духом Святым будете, вы изберете. Если вы обличаемы, обязательно принесите это к Господу, обязательно. Потому что мы не хотим быть сокрушенными, и мы хотим иметь исцеление. Мы хотим всегда быть здоровыми, что им не будет ему исцеления. Это, конечно, страшно. Значит, может быть, от этого и зависит, что если вы знаете, что если у вас нет исцеления, оно не происходит, значит, вы обличаемы были, вы не прислушались, вы ожесточились против этого обличения, обозлились. Значит, надо попросить Духа Святого показать, где произошло ожесточение, чтобы вы покаялись в своих согрешениях. И Господь, будучи верен, Он ходатай за вас, ходатайствует, и Он, конечно, и очистит свою мудрость. Дальше. Когда умножаются праведники, веселится народ. А когда господствует нечестивый, народ стинает. Когда умножаются праведники, веселится народ. Когда праведники приходят ко власти. Когда страна ведется и поклоняется Богу. Вы знаете, есть такая страна, маленькая страна на Карибских островах. И вот, сейчас забыла, прям на языке забыла. Ну, я знаю, что мы когда посетили всю страну, это маленькая страна на Карибских островах, это один из островов, это и страна. И там первое, что когда мы причалили, когда наш корабль причалился к этой стране, мы вышли из корабля. И первое, что мы увидели в порту, первое, что мы увидели, когда вышли из лодки, большая надпись, там президент, фотография президента. И президент говорит, эту страну мы посвятили Богу. Эта страна поклоняется Богу живому. И мы, значит, благословены, пусть Господь благословит эту землю. Вы знаете, и нам гид рассказывал, что на этой, кстати, это единственный остров, где люди, где нет болезни, где нет распри, люди не закрывают двери, где нет бедноты. Люди, там нет бедноты, там не надо даже жертв приносить. Мы с мужем всегда стараемся помочь и принести свои приношения, где бедствует народ или где что-то, находим какие-то учреждения, где помогают детям, неимущим или детям. И в этой, на этой земле, которую они посвятили, этот остров посвящен был Богу. И, может, вспомню к концу видео, может, вспомню, как оно называется. И Ангола, по-моему, она называется. Но я вспомню еще этот остров. И, вы знаете, вот там, значит, правитель сказал, я президент этого острова, этой страны, и я этот остров и эту страну даю во власть Бога. Даю во власть. И, конечно, Господь властвует. Конечно, там нет бедноты изобилия, изобилия Божьей славы и благодати. И поэтому здесь, смотри, когда умножается праведность, веселится народ. А когда господствует нечестивый, народ стинает. Народ стинает. Вот посмотрите, в нашей стране, только благодаря молитвам, во время того, когда была Вама, у нас разрешили права и всякие нечестивые. Переводился в саду Магоморру. Ушел Бог, убирали, убрали молитвы, убрали все вероисповедания, и он сам отзывался очень грубо. И поэтому, о Библии, и поэтому народ стина. Народ, я стенала, люди верующие стенали, и, конечно же, оно пришло в такой упадок, где нет Бога, где не славится Бог. И оно начинается с нашего правительства. Поэтому надо молиться за правительство, надо молиться за президентов, молиться за президентов каждой страны, за главу страны и начальства. Значит, человек, третий, человек, любящий мудрость, радует отца своего. А кто, знаете, с блудницами, тот расточает имение. Человек, любящий мудрость, радует отца. Мудрость – это Иисус Христос. Тот, кто любит слово, его мудрость, мы можем получать от слова бешеного. Вот это и есть мудрость. Слово Писания — это мудрость. Слово Господь — есть слово. А тот, кто знает с блудницами, тот расточает имение. Вы знаете, если вы встречаетесь с девушкой, и она охотно идёт и имеет с вами половые связи, и это ничего и не стоит, значит, её имя блудница. Поэтому смотрите, молодые люди, смотрите, с кем вы общаетесь, смотрите, с кем вы разговариваете, смотрите, кто с вами рядом. Поэтому, если вы хотите преуспевать в этой жизни, преуспевать и жить жизнью избычества, пусть будет она избычества в вашем теле, в вашем духе, в вашей душе, то, пожалуйста, избегайте блуда, написано «избегайте блуда», убегайте от этого, потому что Господь предназначил вам жену, Господь предназначил вам ту единственную, которая это ваше, ваше Господь ей приготовил для вас, как приготовил Господь Еву для Адама. И поэтому дождитесь, не вступайте ни в какие связи, потому что расточает имение, написано, да? Царь правосудие ему утверждает землю, а любящие подарки разоряют её. Значит, любящие подарки здесь относятся к тем, кто, значит, мзду внимает, мзду – это значит коррупция, значит, коррупция, всё через связи, всё через деньги. Я вам заплачу столько-то, вы мне здесь сделаете столько-то. Человек, который правосудие совершает не по суду правильному, а нечестивому. Значит, правосудие ему утверждает землю царь. Царь, вы на того и поставили, чтобы правосудие было. «Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его». Лесть, понимаете, лесть и правда – это две, как чёрно-белое. Лесть и правда… Лесть противится правде. Правда противится лести, как мы знаем, да? Что человек, который льстит другу, не говорит правду, растилает сеть ногам его. Если он говорит, если человек идёт по неправильному пути, а его, значит, друг или кто-то свидетельствует, «А, да, всё хорошо, всё нормально», значит, потакает ему. Он ставит сеть ногам. Конечно, мне надо льстить, надо жить в правде, и в правде говорит с любовью. «В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется». Знаете, мы, праведники в Иисусе Христе, мы радуемся и веселимся, да? Значит, злой человек, злой человек, злость может быть в человеке, в котором нет Духа Святого. Внутри Дух Святой обязательно будет обличать, обязательно будет говорить, потому что есть тепло от Духа Святого. Даже если вы какое-то зло совершили, но Дух Святой не позволит вам жить в этом, Он сделает вам обязательно, укажет путь, обязательно вы придёте к правде, обязательно освящение произойдёт, и вы сделаете это по правде Божией. Праведник веселится и радуется. Значит, я праведник в Иисусе Христе, святая и праведная в Иисусе Христе, я всегда буду веселиться и радоваться. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дела. Значит, обязательно правосудие, потому что правосудие живёт в праведнике. В Иисусе Христе всегда есть правосудие, правильно судить, правде по правде судить. Поэтому это в нас есть, это, конечно, слава Богу, это Господь всё это производит. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Видите, как если люди развратные, значит, вы понимаете, что такое развратное. Всё, что развращённое, всё, что неправильное, всё, что неправильное, взяли и развортили, сделали превратное. Это есть человек, который с развращённым сердцем. Они возмущают, это возмущение, гнев, распри приходит, это развратное. А мудрые утешают. Мы, значит, мудрые люди, которые люди в Господе, в Боге. Нам дана мудрость от Господа Бога. Мы есть примирители, мы есть послы от Бога, примиритесь. Мы есть миротворцы. Значит, это внутри нас, это производится Господом самим. Это всё делает Господь внутри нас. И мы избираем это, мы всегда избираем, чтобы Господь это сделал для нас. Умный человек, судясь человеком глупым, сердится ли, смеётся ли, не имеет покоя. Не надо, значит, вы видите глупость, вы видите человека безбожный, против Бога, он не имеет мудрости Божьей. Не надо с ним судиться, не надо с ним перепираться, не надо... И у человека не будет покоя, не имеет покоя. Поэтому, если вы хотите иметь покоя, вы знаете, что человек не имеет мудрости Божьей, значит, не надо с ним даже придираться. Препираться не нужно. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Это, значит, за себя говорит слово Писания. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Если вы, значит, вот описание, возьмите это на вооружение, значит, если вы изливаете гнев, значит, глупость идёт через вас. Значит, надо остановить. Значит, остановить, сколько... Значит, мы, люди живые, мы можем разгневаться. Мы можем... Это написано, что гневаясь, не согрешайте. Господь знает, что мы можем гневаться, да? Смотрите, вот тут глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Значит, поэтому написано, что когда гневаетесь, не согрешайте, не надо изливаться. Мудрый сдерживает его, сдерживает, не падёт гнев, да? Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Ну, это же настолько... Если правитель служит ложные речи, слушай, то это мы уже, мы живём в стране, мы живём в стране, мы знаем всё, что происходит, какие законы происходят, то от этого и последствия. Бедный и лихаимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого даёт Господь. Да? Господь, видите, Господь ведёт, Господь даёт, Господь охраняет, Господь дающий, Господь дающий свет и тому и другому, и тому и другому даёт свет, чтобы лихаимец увидел себя, и бедные встречаются, видите, и тому и другому есть свет, ходить на этой земле. Значит, избрать нужно этот свет тоже. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Вот видите, надо просто молиться, как нам молиться надо за своего президента, за главу правительства, и за всех, кто сидит в Сенате, в парламенте, за всех надо молиться, 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 благословлять мудрость, чтобы у них была мудрость Божия, чтобы Господь руководил их поступками, действиями. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери, своей матери. Обличение дают мудрость. Сколько раз было, что даже в жизни моего сына ребёнок растёт, отрок растёт, отрок – это юноша, он растёт, у него компания, он может сделать что-то, и я никогда не оставляла своего сына без обличения. Я его люблю. Обличение – очень тяжело говорить матери, и очень тяжело услышать отроку. Но мы должны обличать. Для чего? Потому что здесь написано, мы должны обличать и направлять, где правда. Если мы оставляем в небрежении, это будет стыд для нас. Стыд, значит, позор и стыд для матери. Поэтому, если не хотите, чтобы ваши дети позорили вас и стыдили, пожалуйста, обличайте их. Обличайте. Розга и обличение дают мудрость. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Значит, у нас время истекло. Сейчас еще почитаю два. Наказывай сына своего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. Поразмыслите на этом. Без откровений свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Дальше смотрите. Тут у нас 27. Сегодня 27. На сегодняшний день в главе 29. И возьмите, пожалуйста, я для чего это сегодня прочитала, просто показать, что у нас на каждый день есть глава, из притчи, в которую мы вникаем, читаем, размышляем, думаем о них, назидаемся, и получаем, сколько благословений написано, слово обетование для праведников. Мы воскресеем праведники. Берите это обетование, это ваше, оно вам, и живите им, и будьте благословенны. Я просто хочу, чтобы вы дальше сами дочитали все 27 стишков 29 главы притчи. Будьте благословенны, да пусть Господь благословит, вас Словом окрепит откровениями своими, вашей семье, ваших детей. Да будем мы, да ступит от всякой нечистоты, и всякий призывающий Иисуса Христа. Во имя Царя и Сына, Святого Духа, Аминь.